Теория Великого Объединения Есть некая попытка описать новую физику за пределами так называемой стандартной модели сильных и электрослабых взаимодействий. Это теория, которая по сути описывает практически все, что на сегодняшний день экспериментально наблюдается в физике элементарных частиц. Но тем не менее есть ряд причин, по которым вот эту стандартную модель нельзя считать окончательной теорией. И в частности есть некоторые указания, которые мы будем обсуждать в этом курсе, что за рамками стандартной модели есть некая новая физика. И в частности вот идея Великого Объединения это как раз один из вариантов построения этой новой физики. И конечно же эту идею естественно необходимо изучить. И мы попытаемся понять в этом курсе, что эта идея дает, какие есть недостатки у соответствующих теорий. Конечно на сегодняшний день вся эта деятельность далеко не закончена. Но тем не менее, конечно очень многое удалось достичь. Ну и собственно опять же если говорить какие-то общие вещи, то конечно же будет требоваться, наверное, для понимания этого курса знание, уверенное достаточно классической теорией поля. В принципе было бы неплохо знать стандартную модель сильных и электрослабых взаимодействий. Хотя конечно кратко в течение там нескольких лекций я напомню какие-то основные сведения о ней. Кроме того, конечно при построении теории Великого Объединения существенно востребована теория групп. Ну и некоторые самые какие-то основные вещи из квантовой теории поля также могут где-то ближе к концу курса потребоваться. Хорошо, ну теперь в двух словах о том, что будет и вообще что такое Великое Объединение. По сути у нас есть стандартная модель, мы сегодня будем о ней достаточно подробно дальше говорить. И это есть некая калибровочная теория с группой SU3 на SU2 на U1. В принципе, как я уже сказал, она достаточно неплохо описывает все, что сегодня экспериментально наблюдается. Но тем не менее, скажем, есть некоторые там теоретические, например, указания на то, что вот эта вот группа SU3 на SU2 на U1 на самом деле является остатком от теории с более широкой калибровочной симметрией. Ну и скажем так, в качестве там самой простейшей такой теории может выступать теория с калибровочной группой SU5. То есть вот это вот SU3 на SU2 на U1 можно рассматривать как подгруппу SU5. И по сути здесь у нас уже возникает более широкая калибровочная симметрия, которая спонтанно нарушаясь при некоторых достаточно высоких энергиях, ну а при каких, я думаю, сейчас тоже будет достаточно понятно, она дает как раз вот эту вот стандартную модель. Ну на самом деле, конечно, значит, теория с группой SU5 это, значит, не единственная теория великого объединения. Она, конечно, самая простая. На ней можно очень легко посмотреть все основные и особенности, и проблемы вот этих вот теорий великого объединения. Но тем не менее, она, безусловно, даже и не лучшая из них. Есть и другие теории великого объединения. Ну я уж все, конечно, группы перечислять не буду. Наверное, самые такие, наиболее интересные выделю. Это, конечно, теория с калибровочной группой SO10. И, в принципе, часто очень рассматривают теории с группой Е6, исключительная группа. Вот. Ну и, в принципе, вот, наверное, по крайней мере, про теорию с калибровочной группой SO5, безусловно, у нас будет достаточно много говориться в этом курсе. Безусловно, мы будем тоже довольно подробно обсуждать теорию с группой SO10. Вот. Ну, про Е6 я, наверное, так сказать, немножечко скажу просто, что это за группа и какие там характерные особенности соответствующих теорий. Вот. Ну, на самом деле, конечно, значит, вот эти вот теории, они очень любопытны, в них много всего, так сказать, интересного возникает. Ну, в частности, конечно, благодаря широкой калибровочной симметрии количество параметров в таких теориях становится меньше. Ну, в частности, например, если в стандартной модели есть три константы связи, альфа-3, альфа-2, альфа-1, для каждой компоненты вот этого вот прямого произведения своя константа связи. Ну, я уж там не буду писать пока, по крайней мере, вот эти вот определения аккуратные, вот этих величин. То, скажем, если у нас калибровочная группа простая, то в ней будет одна-единственная калибровочная константа связи. Ну, что на самом деле приводит к тому, что вот эти вот три константы связи, они должны удовлетворять вот такому вот условию, альфа-3 равно альфа-2 равно альфа-1, ну, там принадлежащим, естественно, определением альфа-1. И, в принципе, это условие при низких энергиях, как хорошо известно, не выполняется, но, тем не менее, на самом деле, вот эти вот величины являются константами только в классической теории поля, в квантовой теории поля они являются, там, медленно меняющимися функциями энергии. И, в принципе, ну, в низшем приближении единица на альфа линейно зависит от логарифма энергии, ну, в низшем, конечно, приближении, вот, пренебрегая, скажем, пороговыми эффектами. И наклон вот этих вот прямых можно вычислить с помощью методов квантовой теории поля. Ну, и, собственно, соответствующая картинка, тоже достаточно хорошо известная, имеет вид, скажем, здесь у меня будет единица делить на константу связи, здесь у меня будет логарифм, там, энергетического масштаба, ну, допустим, разделить на массу z-бозона. Тогда, значит, вот эти вот константы связи при низких энергиях, они известны на массе z-бозона, и, соответственно, стало быть, вот, при логарифме е к nz равное нулю. Ну, единица на альфа-1 это примерно 60, единица на альфа-2 примерно 30, единица на альфа-3, по-моему, примерно 1 на 8 с половиной, что ли. И вычисление в стандартной модели наклона соответствующих прямых, мы его обязательно проведем аккуратно в этом курсе, показывает, что альфа-3 идет вверх, значит, ну, единица на альфа-3 идет вверх, единица на альфа-2 тоже идет вверх, единица на альфа-1 идет вниз. Ну, и на самом деле, вот в стандартной модели возникает вот такая вот картинка, причем, ну, в общем, уже достаточно понятно хорошо, что здесь будет не объединение в одну точку, как, скажем, требует идея великого объединения, а будет вот такой вот треугольник, то есть в стандартной модели, конечно, значит, вот это условие не выполняется, но тем не менее, опять же, тоже как достаточно хорошо известно, если рассмотреть не стандартную модель, а ее суперсимметричное обобщение, то соответствующая, значит, модификация будет следующая, здесь вот наклон будет вверх, но поменьше, здесь слегка вниз, а здесь сильно вниз, и все это сойдется в одну точку, которая, ну, расположена примерно, так сказать, ну, если брать энергию, то это будет где-то 10 в 16 геп, примерно вот такой вот порядок этой величины, и это на самом деле есть некий характерный масштаб, на котором вот эта вот широкая калибровочная симметрия должна нарушаться спонтанно до стандартной модели, то есть вот примерно характерные энергии вот такие, заметим, что достаточно близко этот масштаб находится от массы планка, которая там около, значит, 10-19 геп, поэтому, конечно, здесь ожидается какая-то очень сложная и нетривиальная физика, возможно, так сказать, включающая и гравитацию, но что там конкретно неизвестно, мы гравитацию рассматривать не будем, будем просто рассматривать, кажется, вот самые такие примитивные модели великого объединения, которые основаны, вот, скажем, ну, по крайней мере, на группах Су-5 и Су-10. Хорошо, кроме того, вообще говоря, вот эти вот теории, они, конечно, имеют много очень интересных и замечательных свойств, в частности, они, конечно, позволяют понять, откуда берутся квантовые числа элементарных частиц, безусловно, понимание этого, так сказать, можно достигнуть, скажем, особенно, если мы возьмем, скажем, теорию с калибровочной группой Су-10. В принципе, они позволяют, значит, получить некоторые соотношения между массами элементарных частиц и, ну, в перспективе, вообще говоря, такая идея великого объединения могла бы быть использована для попыток, так сказать, объяснить, почему элементарные частицы имеют, так сказать, такие массы. Ну, хотя, опять же, это, конечно, большая проблема и на сегодняшний день нерешенная. Но, конечно, теория великого объединения там какой-то шаг в сторону решения этой проблемы, безусловно, делает. В таких теориях очень любопытным экспериментальным предсказанием является предсказание для распада протона и нейтрона в ядах. То есть, в таких теориях практически неизбежно протон и связанный нейтрон, который находится в составе ядра, они не являются стабильными частицами, имеют очень большое время жизни, там намного-много порядков, превышающие возраст Вселенной, но, тем не менее, вполне, так сказать, близкое к порогу экспериментального обнаружения. И на сегодняшний момент, конечно, уже эксперименты по поиску распада протона, они, конечно, позволяют чувствовать физику вот на масштабе порядка 10-16 г. В принципе, в теориях великого объединения могут даже существовать такие экзотические объекты, как магнитные монополи. Теории великого объединения позволяют качественно понять причину возникновения малости массы нейтрина, почему нейтрина отличается от других частиц тем, что у него какая-то очень малая, но не нулевая масса. Тоже об этом мы с вами будем говорить. Ну, конечно, безусловно, всех проблем, так сказать, физики вот эти вот модели не решают. Безусловно, значит, они должны по-хорошему рассматриваться вместе с суперсимметрией, чтобы объяснить что-то в реальном мире. Но, тем не менее, в этом курсе мы как бы суперсимметричную версию этих теорий рассматривать не будем и постараемся вот эту вот идею великого объединения рассмотреть на примере несуперсимметричных теорий. Ну, суперсимметрия, она, конечно, все дополнительно еще усложняет. Хорошо. Ну, собственно, вот это вот некая такая общая часть. Ну, а дальше мы, собственно, переходим уже к фактическому материалу. Ну, и план основной будет следующий. Поскольку, в конце концов, мы должны при низких энергиях заведомо получить стандартную модель, то на нескольких первых лекциях я напомню основные сведения о стандартной модели ввиду обозначения, которые мы будем использовать. После чего мы в течение достаточно долгого времени будем обсуждать теорию великого объединения, основанную на группе СУ-5. На примере этой наиболее простой теории великого объединения мы рассмотрим основные достижения, основные недостатки таких теорий. После этого перейдем к теории, основанной на группе СУ-10. Эта теория особенно замечательна тем, что элементарные частицы одного поколения удается разместить в одном неприводимом представлении вот этой вот группы. И, конечно, это, безусловно, очень интересный и важный факт. Вот. Ну, в самом конце, я думаю, какую-нибудь лекцию посвящу просто тому, чтобы показать, что такое есть группа Е6, как можно ее построить, ну и, собственно, почему она также удобна для построения теории великого объединения, ну, хотя деталей, наверное, соответствующих моделей я все же обсуждать не планирую. Хорошо, значит, сейчас мы переходим к главе 1. Это есть стандартная модель сильных и электрослабых взаимодействий. Так, ну, как я уже сказал, стандартная модель – это есть калибровочная теория с группой SU3 на SU2 на U1, которая спонтанно нарушается при низких энергиях до, по сути, хромодинамики на электродинамику. Вот. Соответствующая калибровочная группа есть, естественно, SU3 на U1 электромагнитная. Причем важно, что вот эта вот U1 электромагнитная, естественно, не совпадает вот с этой U1. Это подробно, естественно, будем сейчас обсуждать. Вот. Ну, понятно, что SU3 соответствует как бы сильному взаимодействию. SU2 на U1 – это электрослабое взаимодействие. Ну, а U1 – EM электромагнитная. Это, по сути, калибровочная группа, которая соответствует электродинамике, которая нас окружает. Хорошо. Ну, понятно совершенно, что в этой теории также, естественно, должны быть и фермионные поля, там все вот эти элементарные частицы, которые у нас есть, там электроны, там мионы, тау-лептон, там кварки, нейтрино. Все, естественно, значит, здесь также должно присутствовать. Поэтому, конечно, в стандартной модели есть бозонные поля, есть, безусловно, и фермионные поля. Ну, и поскольку действие стандартной модели, оно достаточно большое, и, наверное, имеет смысл в этом случае обсуждать по отдельности бозонный сектор стандартной модели и фермионный сектор стандартной модели. Ну, и, собственно, как раз начнем мы, наверное, с параграфа 1. Это есть бозонный сектор стандартной модели. В принципе, уже многое об азонном секторе стандартной модели, можно сказать, просто глядя вот на вот эту вот цепочку нарушений симметрии. Понятно, что если это калибровочная теория, то, да, со спонтанно нарушенной симметрией, то, естественно, в бозонном секторе должны присутствовать поля Янга-Милса и должно присутствовать скалярное Хиггсовское поле, которое ответственно за нарушение вот этой вот калибровочной симметрии. Теперь, поскольку у нас калибровочная группа представляет собой прямое произведение, то, вообще говоря, у нас существует три инварианта со структурой, ну вот, трейс, F-меню в квадрате, где F-меню, тензор поле. Ну, естественно, перед ними можно будет поставить три различные коэффициента, поэтому у нас и возникает как раз три константы связи, E3, E2 и E1, ну, связь их там с альфа, которую я писал до этого, скоро будет написана, безусловно. Вот, ну и, собственно, вот эти вот константы связи, ну, в принципе, они могли возникнуть как коэффициенты при вот таких вот трех инвариантах. Один тензор поле, скажем, берется для группы SU3, другой для группы SU2, третий для U1. Ну, в принципе, значит, опять же, здесь можно написать вот так вот, допустим, F-меню квадрат. Для U1, естественно, след никакой не нужен, здесь надо будет просто написать U1, ну, чтобы их различать, мы под каждым там будем подписывать соответствующую калибровочную группу, вот так вот. Ну, и поскольку каждый из вот этих структур по отдельности инвариантно относительно, естественно, всей вот этой вот калибровочной группы, то можно поставить перед этими структурами, по сути, три произвольные коэффициента. В частности, ну, стандартно в теории Янга-Милса, значит, коэффициент выбирается вот в таком вот виде, единица разделить на 2E3 в квадрате, ну, сейчас все обозначения будут понятны. Значит, здесь мы ставим единицу на 2E2 в квадрате, тоже со знаком, плюс, ну, по-хорошему, здесь можно было бы совершенно спокойно поставить там единицу на E1. Ну, во-первых, здесь коэффициент в Абелевом случае выбирается обычно 1 четвертая, сейчас, я думаю, будет понятно, почему здесь плюс 1 вторая, а здесь минус 1 четвертая, я думаю, так сказать, это безусловно, так сказать, сейчас мы рассмотрим. Но, кроме того, конечно, значит, нужно вспомнить, что в реальности у нас в Абелевом случае что из себя представляет тензор поля? Тензор поля в Абелевом случае, это есть вот такая величина, Дмю Аню У1 минус Дмю Амю У1, ну, естественно, поскольку У1 Абелева группа, то слагаемых с коммутатором здесь не будет, и вот это вот выражение для тензора поля, оно просто линейно по калибровочному полю, и поэтому, если бы я здесь написал бы не минус 1 четвертая, а минус 1 делить на 4 Е1 квадрат, то я всегда мог бы сделать переопределение поля, да, я мог бы, допустим, значит, взять Амю У1 и, значит, перевести его в Е1 Амю У1, и в этом случае у меня бы величина, скажем, минус 1 четвертая Е1 квадрат, там, Ф-меню в квадрате У1, ну, она бы как раз просто перешла в минус 1 четвертую Ф-меню У1 в квадрате. Вот, то есть, в принципе, в Абелевом случае я совершенно спокойно переопределение поля вот такое вот делаю, и могу, так сказать, от Е1 в квадрате, значит, вот здесь избавиться. Ну, естественно, значит, Е1 вот это где-то обязательно довозникнет, в каком месте оно будет возникать, мы, я думаю, скоро поймем, вот, но, по крайней мере, в наших обозначениях, которые мы дальше будем использовать, вот здесь вот я Е1 в квадрате писать не буду, но понятно, что оно, значит, где-то, безусловно, так сказать, существует и себя проявит. Хорошо, по сути, что вот здесь вот написано? Здесь написано, значит, действие теории Янг-Милса, соответствующей группе СУ3 на СУ2 на У1, ну, наверное, не помешает, естественно, аккуратно описать используемые обозначения, соответственно, ну, F-миню, там, СУ3, и то же самое, по сути, так сказать, будет для СУ2, это будет вот такая величина, здесь, естественно, надо написать СУ3, значит, ну, стандартное обозначение, которое мы использовали в курсе классической теории поля, ну, здесь я уж одно СУ3 напишу, значит, в данном случае тензор поля содержит еще и вот такие вот квадратичные слагаемые по калибровочному полю, значит, по генераторам фундаментального представления группы СУ3 он раскладывается вот таким вот образом, и Е3, F-меню, АТ, СУ3, ТАТ, ну, естественно, для группы СУ3 размерность равна, значит, 3 в квадрате минус 1, 8, да, поэтому индекс А пробегает значение от единицы до размерности группы СУ3, и, собственно, получается от единицы до 8, ну, и полностью аналогично у нас для группы СУ2, ровно такая же формула, ничем не отличающаяся, кроме замены СУ3 на СУ2, соответственно, здесь будет вот так вот, коммутатор Амю, Амю, значит, СУ2 равняется и Е2, F-меню, АТ, соответственно, значит, СУ2, ну, на соответствующие генераторы, которые, ну, давайте я вот так вот, наверное, напишу, генераторы для группы СУ2 представляют собой матрицы Паули пополам, ну, и в данном случае, естественно, размерность группы СУ2 равна 3, и поэтому вот этот вот индекс А будет пробегать 3 значения. Вот, при этом, вообще говоря, у нас всегда будет договоренность, что для неабелевых групп генераторы фундаментального представления удовлетворяют вот такому вот условию нормировки, трейс ТАТБ равняется 1, 2, дельта АБ, ну, это, естественно, и для вот этих генераторов верно, это условие, естественно, будет справедливо, и для матриц Паули, деленных на 2, собственно, из-за этого вот здесь вот стандартно пишут коэффициент 1, 2, ну, потому что если бы здесь выбрать коэффициент 1, ну, тогда бы здесь пришлось там писать корень из 2, вот, что, конечно, не очень хочется. Хорошо, ну, и, собственно, значит, если вот так вот у нас выбрана нормировка генераторов, то, соответственно, единица там разделить на 2 е квадрат трейс F меню в квадрате, ну, как было там в свое время показано в курсе классической теории Поля, ну, и, естественно, там следует там из подобного рода формул, это, очевидно, совершенно будет минус 1 четвертая F меню АТ в квадрате, да, где по индексу А суммирование от единицы до размерности калибровочной группы, ну, наверное, можно, опять же, какую-нибудь формулу вспомнить из классической теории Поля, как выглядят вот эти вот F меню АТ, собственно, если разложить калибровочное поле по генераторам, значит, вычислить здесь коммутатор, ну, в наших обозначениях, опять же, вот здесь вот я, может быть, напишу, значит, коммутатор двух генераторов, значит, имеет вот такой вот вид, где F, A, B, C структурные константы, ну, для SU2 F, A, B, C это есть просто эпсилон-символ, для SU3 это некое достаточно сложное выражение, вот, все индексы пробегают значения от единицы до восьми, но, естественно, полностью антисимметричны по всем индексам. Ну, и, собственно, компоненты тензора Поля можно всегда там записать через компоненты калибровочного поля, ну, опять же, давайте вот здесь вот ее, может, напишем, разложение стандарта у нас вот такое вот, ну, опять же, я здесь уже так не подписываю SU3 или SU2, без разницы, вот, ну, и, соответственно, вот эта величина будет иметь следующий вид, A, N, A, T минус D, N, A, N, A, T минус E, F, A, B, C, A, N, B, A, N, C, вот. Ну, собственно, вот такое вот достаточно знакомое выражение, по сути, это все напоминание из курса классической теории. Ну, пока это, естественно, еще не действие бозонного сектора стандартной модели, это всего лишь, так сказать, теория Янга-Милса вот с такой вот калибровочной группой. Ну, а чтобы получить бозонную часть действия стандартной модели, нужно еще учесть, что у нас имеется спонтанное нарушение симметрии, и поэтому нам необходимо некоторое Хиггсовское поле, которое вот это вот нарушение симметрии обеспечивает. Ну, и, собственно, вот это вот Хиггсовское поле, понятно, поскольку группа СУ3, она не нарушается, то вот это скалярное поле должно лежать в тривиальном представлении группы СУ3, ну, а поскольку в реальности и СУ2, и У1 они нарушаются, то вот это вот поле должно лежать, ну, в нетривиальном представлении СУ2, иметь нетривиальный У1 заряд, ну, и на самом деле в стандартной модели вот это вот скалярное поле, оно берется в фундаментальном представлении группы СУ2, и имеет ненулевой гиперзаряд, который, ну, естественно, так сказать, можно положить, в принципе, равным исходно любому, так сказать, наперед заданному числу, поскольку мы пока что еще не зафиксировали нормировку этого гиперзаряда, но стандартно, значит, выбирается гиперзаряд равным 1,2, это наиболее удобно для дальнейших обозначений, поэтому для нарушения симметрии у нас используется поле Фи, которое, вообще говоря, есть столбец, Фи1, Фи2, вот лежащий в фундаментальном представлении СУ2, фундаментальное представление СУ2, тривиальное представление СУ3, ну, тривиальное представление, по-простому говоря, означает, что оно просто под действием группы СУ3 не преобразуется. Теперь, что касается гиперзаряда, то, ну, это, по сути, есть заряд по отношению к группе У1, то он полагается равным 1,2. Ну, наверное, не помешает, опять же, понять, что такое есть гиперзаряд и зафиксировать для него какие-то обозначения. Значит, мы будем говорить, что какое-то поле, ну, допустим, Фи, неважно какое, любое, оно имеет некий гиперзаряд игрок, если при калибровочных преобразованиях вот этой вот группы У1, У1, оно меняется следующим образом. Значит, экспонента, мнимая единица, вот та самая константа Е1, которая исчезла вот отсюда, потом, ну, вот здесь вот параметр калибровочного преобразования, я назову альфа 1 от x, ну, просьба не путать, значит, вот это вот альфа 1 от x с константой связи, потому что вот это альфа 1, это просто есть некая, так сказать, произвольная вещественная функция, которая, собственно, является параметром вот этих вот У1 преобразований. Теперь дальше идет некое число, тот самый гиперзаряд игрок на Фи. Ну, а соответствующее калибровочное поле при таких преобразованиях, ну, будет меняться вот таким вот образом. Амю У1 минус Дмю то самое вот альфа 1 от x, вот который здесь стоит, оно же и вот здесь стоит. Вот, собственно, для какого-то поля Фи калибровочное преобразование группы У1 выглядит вот таким вот образом. Ну, и опять же, если вспомнить курс классической теории поля, то, конечно, важным объектом, который всегда там присутствует в действии там различных, так сказать, теорий, является ковариантное производное, которое по определению преобразуется так же, как и поле, на которое оно действует. Ну, и, собственно, если у нас есть какое-то вот поле, вот это вот Фи маленькое, которое имеет гиперзаряд игрок, то несложно сообразить, что для него ковариантное производное будет записываться вот таким вот образом. Дмю Фи плюс И Е1 Амю У1 умножить на вот это число игрок и на Фи. Так, по-моему, вот так вот. Ну, и действительно, давайте проверим, что при преобразованиях, которые написаны сверху, оно у нас действительно будет преобразовываться, ну, вот таким вот образом. Хорошо, значит, что для этого нужно сделать? Значит, при преобразовании группы У1, вот это вот ковариантное производное Дмю Фи, значит, переходит в следующее выражение. Значит, Дмю экспонента, вот та, которая сверху написана, я уже здесь в зависимости от Х писать не буду для краткости, соответственно, значит, это будет то, во что перейдет первое слагаемое. Теперь второе слагаемое у нас поменяется вот таким вот образом. Здесь будет игрок, ну, и Фи тоже надо заменить вот по этой формуле. Соответственно, будет и Е1, альфа1 на игрок и на Фи. Дифференцируя произведение в первом слагаемом, мы получаем, что, ну, во-первых, везде, во всех слагаемых будет вот этот вот экспонент, она везде одинаковая, и умножаться она будет на следующее. Значит, во-первых, можно продифференцировать Фи, да, будет просто Дмю Фи. Во-вторых, можно продифференцировать альфа1, оно у нас от координат зависит, больше, собственно, от координат ничего не зависит, поэтому будет плюс ИЕ1 Дмю альфа1 на игрок и на Фи, в силу формулы для производной сложной функции. На этом вот это вот слагаемое у нас закончилось. Ну, во втором слагаемом тоже есть вот это экспонент, ну, собственно, что здесь у нас остается? Плюс ИЕ1 Амю У1 на игрок на Фи, первое слагаемое, минус ИЕ1 Дмю альфа1 игрок на Фи. Квадратная скобочка закрылась вот это. Ну, и мы видим, что вот это вот слагаемое, оно в точности сокращается вот с этим слагаемым, а то, что остается вот здесь, в точности совпадает с ковариантной производной. Поэтому результат может быть записан вот таким вот образом. Вот таким образом мы видим, что действительно определенная вот таким вот образом ковариантная производная при вот таких вот преобразованиях будет меняться в точности, так же, как и поле, на которое оно действует. Ну, тем самым, все, вот мы поняли, что такое гиперзаряд и как нужно строить соответствующую ковариантную производную. Хорошо. Так, теперь, собственно, давайте вернемся к построению действия для бозонной части стандартной модели. Что нам нужно написать дополнительно к действию теории Янга-Милса, которая вот здесь вот написана, для того, чтобы обеспечить нарушение симметрии. Ну, понятно, нужно добавить, собственно, вот это вот скалярное поле, оно, естественно, комплексное скалярное поле, и для него мы пишем кинетическое слагаемое, которое, ну, как обычно в классической теории поля строится с помощью, так сказать, вот ковариантных производных вот таким вот образом. Ну, и кроме того, для него необходимо написать потенциал, который будет обеспечивать спонтанное нарушение симметрии, то есть будет обеспечивать нетривиальное вакуумное состояние, неинвариантное относительно действия калибровочной группы. Ну, и, собственно, слагаемое, это имеет следующий вид. Значит, вот знакомое, опять же, я думаю, достаточно хорошо по классической теории поля, величина лямбда, естественно, там, некая, так сказать, положительная, постоянная. Вот, ну, такой кусок, безусловно, когда-то там встречался, заведомо использовался, так сказать, для того, чтобы спонтанно нарушить ту или иную симметрию. Ну, собственно, вот то, что написано, это как раз и будет действие бозонного сектора стандартной модели, вот теперь можно, наверное, только не действие, конечно, извините, функция Лагранжа. Чтобы действие, так сказать, получить, надо еще проинтегрировать по D4 и X. Ну, давайте, значит, чтобы интеграл лишний не писать, напишем здесь функцию Лагранжа. Вот, да, соответственно, это будет у нас функция Лагранжа для бозонного сектора стандартной модели. Вот, при этом, конечно, необходимо аккуратно написать, что такое есть ковариантная производная. В принципе, тензоры поля мы все аккуратно написали определение. Ну, а ковариантную производную φ, конечно, необходимо, значит, аккуратно написать. И, собственно, ковариантная производная, она, естественно, считывается совершенно автоматически по квантовым числам. То есть, просто глядя на, значит, квантовые числа, которые вот здесь вот написаны, то есть, для Нябелевых компонент калибровочной группы это представление, для У1 это гиперзаряд. Вот, собственно, можно вот эту ковариантную производную построить. Как она строится? Значит, сначала пишется обычная производная. А потом пишутся соответствующие калибровочные поля, раскладывающиеся по генераторам того представления, ну, в котором вот это поле находится. Ну, поскольку генераторы тривиального представления группы, естественно, равны нулю, да, если поле не преобразуется, то есть элемент группы действует на него просто как единица, соответственно, элемент алгебры Ли, он действует просто как ноль. Экспонент от нуля равна единице, поэтому, значит, все генераторы тривиального представления, значит, просто равны нулю. Ну, по сути, это можно как определение рассматривать тривиального представления. Поэтому Амю Су3 будет в этой формуле просто отсутствовать. Ну, что касается Амю Су2, то его нужно, естественно, разложить по генераторам фундаментального представления, ну и как в классической теории поля обычно мы определяем ковариантную производную, значит, нужно вот этот вот кусок дописать. Ну, при этом, естественно, там Амю Су2, это будет там и Е2 Амю АТ там Су2 и матриц Паули деленная на 2. Ну и, естественно, еще есть У1, поэтому, значит, нужно учесть, что соответствующий гиперзаряд мы, по сути, выбрали, задавая его нормировку равным 1,2, и поэтому еще будет вот такой вот кусок с игрок равное 1,2, то есть будет еще и Е1 пополам, Амю У1 умножить на Фи. Вот. Ну, хорошо, тем самым все. Значит, в итоге мы получили действие для бозонного сектора в стандартной модели, вот, значит, это действие, ну, не действие, функция Лагранжа соответствующая, будет записываться вот таким вот образом. Ну и дальше, конечно, следующий вопрос, который предстоит выяснить, ну, достаточно, я думаю, очевидный, это выяснить, каким образом будет в данной теории происходить нарушение симметрии. То есть, в конце концов, наша задача, значит, чтобы у нас симметрия, вот эта вот, нарушалась до хромодинамики на электродинамику. То есть, нам важно, чтобы, значит, при нарушении симметрии из СУ2 на У1 получилось У1 электромагнитное, ну, а СУ3, значит, ничего бы с ней плохого не произошло. Значит, как можно понять, до какой малой группы будет происходить нарушение симметрии? Ну, это, на самом деле, достаточно несложно, поскольку, как, опять же, подробно мы обсуждали в курсе классической теории поля, малая группа, которая стоит вот здесь вот, это есть не что иное, как группа симметрии вакуумного состояния. Поэтому мы должны, прежде всего, значит, построить вакуумное состояние, ну, а потом понять, относительно какой части калибровочной группы это вакуумное состояние будет инвариантным. Ну, понятно совершенно, что вакуумное состояние, значит, должно удовлетворять условию, что в нем потенциал будет минимален, то есть, соответственно, значит, V от там, фи нулевое, который равняется, там, лямбда, фи нулевое крест, фи нулевое минус V квадрат в квадрате, эта величина должна быть, естественно, минимальна. Ну, естественно, отсюда следует, что фи нулевое крест на фи нулевое равняется V квадрат, причем, ну, понятно, что, вообще говоря, вот это вот есть некое комплексное число, это есть комплексное число, поэтому здесь будет стоять, вообще говоря, значит, сумма квадратов модулей двухкомплексных чисел, вот, то есть, это будет, ну, по сути, такое, значит, уравнение сферы S3, да, и, конечно же, значит, можно взять любую точку, по сути, этой сферы, и, в частности, ну, стандартный выбор соответствует тому, что фи нулевое равняется, так, ну, здесь я подсмотрю, значит, где находится V, значит, V, по-моему, должно находиться внизу, да, ровно так, V мы считаем величиной вещественной, положительной, вот, и, в принципе, ну, понятно, что это, так сказать, один из многих возможных выборов, но просто именно этот выбор приводит к стандартным обозначениям. Ну, собственно, вот у нас есть вакуумное состояние, и для того, чтобы понять, до какой группы у нас нарушается исходная калибровочная симметрия, нужно просто проанализировать относительно какой части калибровочной группы это вакуумное состояние будет инвариантным. Ну, по крайней мере, из очевидного сразу можно сказать, что инвариантность будет относительно SU3, потому что по отношению к группе SU3 поле фи лежит в тривиальном представлении, стало быть, под действием группы SU3 вот эта величина она вообще не меняется, поэтому вся группа SU3 совершенно спокойно из исходной калибровочной группы перемещается в малую группу. Ну, а вот что касается SU2 на U1, ну, здесь немножечко похитрее. И, собственно, после перерыва мы с вами выясним относительно какой части вот этой вот исходной калибровочной группы SU2 на U1 электрослабой у нас будет инвариантно вот эта вот вещь. Так, хорошо, давайте продолжим. Итак, вот у нас есть вакуумное состояние, и наша задача сейчас понять относительно какой части SU2 на U1 у нас будет инвариантно вот это вот вакуумное состояние. Прежде всего надо понять, каким образом фи будет преобразовываться под действием SU2 на U1. Ну, собственно, поскольку у нас фи лежит в фундаментальном представлении SU2, то при преобразовании группы SU2 оно будет просто умножаться на элемент омега-2, принадлежащий SU2. Ну, кроме того, поскольку гиперзаряд равен 1,2, то, как мы с вами говорили, еще возникает вот этот вот экспонент, и E1, вот этот вот параметр α1 от х, и умножить на гиперзаряд, который равен в данном случае 1,2, ну, и, соответственно, на фи. Теперь, естественно, как мы в классической теории поля не раз говорили, элемент группы может быть представлен в виде экспоненты от элемента алгебры, а элемент алгебры, он, естественно, может быть разложен по генераторам, которыми, которыми, в данном случае, являются матрицы Паули, деленные на 2. Поэтому здесь будет и E2, α, ну, давайте 2ат напишем, ну, естественно, от x можно на всякий случай написать, σат пополам. Ну, индекс А пробегает значение, естественно, от единицы до трех, и, соответственно, вот эту вот экспоненту мы можем подставить вот сюда. Соответственно, здесь у нас будет экспонента, вот, скобочки. Поскольку α1 это и есть просто вещественное число, которое заведомо, так сказать, коммутирует там с матрицами Паули, то обе экспоненты можно соединить в одну, ну, и в данном случае получится и e2 α2 АТ, аргумент уже x не буду писать, σат пополам плюс и e1 пополам α1 умножить на φ. Хорошо, теперь дальше мы хотим выяснить, в каком случае у нас будет выполняться инвариантность вот этого вакуумного состояния. то есть мы хотим найти такие величины вот эти α1 и α2 АТ, при которых выполняется условие, что φ нулевое равное 0V переходит само в себя, да, то есть оно переходит понятно сначала во всю эту экспоненту, σ АТ пополам плюс плюс e1 пополам α1 на 0V и мы хотим выяснить, когда вот эта вот величина снова окажется равной 0V, ну то есть φ нулевое. ну в принципе понятно, что если экспоненты действуют как единица, то аргумент этой экспоненты должен действовать на вакуумное состояние как 0. Ну понятно, для этого достаточно разложить вот эту экспоненту в ряд, ну скажем, предположив, что вот эти α являются величинами малыми, рассмотреть слагаемые первого порядка по α, ну и тогда приравнивая там слагаемые первого порядка малости слева-справа, немедленно мы получаем условие такое, что 0 будет равно ИЕ2 α2 АТ Сигма АТ пополам плюс ИЕ1 пополам α1 на 0 В. Вот, собственно, по сути, условия инвариантности вакуумного состояния, которые, естественно, ну в силу линейности по α очень легко можно решить. По сути, если у нас α вот этому условию удовлетворяет, то вакуумное состояние остается инвариантным. Ну, хорошо, давайте попробуем написать вот эту вот матрицу, которая стоит здесь вот в скобочках в явном виде, ну и подействовать ей вот на этот столбец. Ну, наверное, имеет смысл вынести множитель и пополам, который здесь присутствует. Ну, а дальше что у нас будет? Понятно, что это есть 2 на 2 матрица. Вот здесь вот, вообще говоря, подразумевается естественно умножение на единичную матрицу размера 2 на 2 и поэтому, значит, давайте смотреть, что будет. Ну, наверное, с этого имеет прямой смысл начать. Значит, это есть Е1 α1 и здесь будет тоже Е1 α1. Так, здесь у нас будет 0V. Так, теперь дальше, что здесь у нас есть? Ну, давайте начнем с диагональных элементов. Из матриц Паули диагональной является только σ3, соответственно, ну, давайте их, может, напишем на всякий случай. σ1 это там 0, 1, 1, 0, σ2 равняется 0, минус И и 0, σ3 равняется 1, 0, 0, минус 1. Вот они, стандартные матрицы Паули. Соответственно, сейчас я рассматриваю слагаемое σ3, и поэтому здесь будет плюс Е2 α2 третья компонента, а здесь то же самое со знаком минус, α2 третья компонента со знаком минус. Теперь σ1 это будет вклад вот сюда и вот сюда, соответственно, Е2 α2 первое, Е2 α2 первое, ну и то же самое с α2, соответственно, значит, будет минус И α2 второе, а здесь будет плюс И α2 второе, так, и сколько? Вот так вот. Хорошо, собственно, вот получилась у нас вот такая матрица, это то, что стоит вот здесь вот, ну, а дальше надо просто умножить, соответственно, будет И В пополам, В я тоже включаю в этот общий множитель, и, понятно, по сути, выживет вот этот вот второй столбец, значит, здесь будет Е2 α2 первое минус и α2 второе, а здесь будет Е1 α1 минус Е2 α2 третье, ну и, естественно, это равно нулю. Понятно совершенно, что вот эти вот α2 АТ это величины вещественные, ну, в конце концов, мы рассматриваем компактные группы, которые у нас параметризуются вещественными числами, и поэтому, естественно, нужно по отдельности в этой формуле там вещественные мнимые части приравнивать. Ну, видно в частности, что вот здесь есть там условно, ну, если брать вот этот столбец, есть вещественная часть, чисто мнимая часть, а здесь только вещественная часть. Поэтому в реальности отсюда получаются следующие три условия. Мы получаем, что α2 первая компонента должна быть равна нулю, α, значит, второе, второе тоже должно быть равно нулю, ну, и кроме того, значит, вот то, что стоит внизу, e1 α1 минус e2 α2 третье должно быть равно нулю. Ну, таким образом получается, что у нас на вот эти вот четыре параметра, которые здесь есть, будут три уравнения. Ну, стало быть, из четырех произвольных параметров, значит, при наличии трех связей, естественно, только один будет являться независимым. Ну, и, естественно, там можно взять там, ну, хоть α1, хоть α2, третье, хоть какую-то их линейную комбинацию, не вот такую, вот, и в качестве параметров взять. Естественно, однопараметрическая компактная группа, она будет, безусловно, Абелевый, и, безусловно, это будет О1. Ну, и, собственно, понятно, что, значит, вот эти вот остаточные преобразования, значит, это будет, как раз, так сказать, О1 симметрия, и, в принципе, ну, достаточно несложно сообразить, как будет преобразовываться вот это вот поле φ при вот этих остаточных калибровочных преобразованиях. Так, ну, наверное, мне вот не хочется заново все переписывать. Понятно, что, когда мы рассмотрели, значит, вот этот вот закон преобразования, да, там, φ переходила в Омега-2, там, Е в степени и пополам Е1, там, α1 на φ, да, то, по сути, это было, как раз, экспонента, ну, вот, по сути, от вот этой вот матрицы, которая вот здесь вот стоит, давайте, я, наверное, может ее еще раз, так сказать, как-то в кратком виде напишу, и пополам Е2, значит, α2 АТ, σ АТ, плюс, и пополам Е1 α1 на φ, и, собственно, вот то, что стоит вот в этих скобках, это есть вот эта вот величина, поэтому я, наверное, сейчас воспользуюсь тряпочкой и напишу, как будет преобразовываться полное поле φ под действием малой группы, значит, φ будет меняться таким образом, здесь теперь надо поставить, естественно, экспоненту, вот от этого вот выражения, значит, вот, на φ, ну, равняется, да, понятно, что, значит, я, естественно, вот эти вот условия должен учесть, если я хочу выяснить, как у меня φ преобразуется под действием малой группы, ну, и после подстановки, что у меня получится здесь, у меня получится следующее, значит, и пополам, потом будет некая матрица, ну, вот здесь вот у нее будет 0, вот здесь будет 0, вот здесь будет 0, а вот здесь, естественно, величина будет не нулевая, потому что в силу третьего условия два вот этих слагаемых окажутся одинаковыми, и поэтому, ну, здесь будет просто стоять, два, например, E1, α1, значит, 0, 0, 0, ну, соответственно, на φ, ну, и равняется это экспонента, давайте как-нибудь вот так напишем, и E1, α1 на матрицу, вот такую вот, на φ, вот, ну, и в принципе, опять же, можно просто немножечко, значит, поудобнее ввести, и обозначения, значит, это все можно просто переобозначить, как экспонента, вот так вот я напишу, и E без индекса, на α электромагнитное, на 1, 0, 0, 1, на φ, где, где, значит, связь E1 и E, она будет написана чуть попозже, вот, ну, скажем так, E1 и E будут друг от друга отличаться там на некоторый множитель, который мы дальше, значит, поймем, как строить, вот, ну, и, соответственно, понятно, E1, α1 просто полагается равным E на α1 электромагнитное, ну, и совершенно очевидно, что то, что вот здесь вот написано, это есть, конечно, преобразование группы U1, ну, понятно, α, E, это некое число вещественное, да, ну, E, некий заряд, по сути, модуль заряда электрона, вот, ну, преобразование, очевидно, Абелева, очевидно, образующая группу U1, таким образом, следовательно, малая группа есть, значит, есть U1 электромагнитное, причем, что важно, конечно, отметить, давайте, вот, наверное, значит, это важное наблюдение, вот сейчас, наверное, имеет смысл про него поговорить, что вот эта U1 электромагнитная, она не совпадает с исходной U1, которая была в произведении СУ3 на СУ2 на U1, и не совпадает с какой-то там частью СУ2. По сути, значит, вот посмотрите, преобразование U1, которое было исходной, это вот эти преобразования, в частности, они нетривиальным образом подкручивают нижнюю компоненту Фи, а вот здесь вот нижняя компонента Фи не подкручивается. И вот те преобразования, они фактически есть некая линейная комбинация преобразований U1 и, как бы, диагональной части СУ2, да, вот этой вот, которая пропорциональна, там, сигма-3 в алгебре. И поэтому на самом деле U1 электромагнитная, есть некая комбинация преобразований вот этой исходной U1 и неких СУ2 преобразований, да, поэтому, ну, просьба, так сказать, не путать электромагнитную группу, так сказать, вот с той U1, которая была в исходном прямом произведении СУ3 на СУ2 на U1. Ну, хорошо. Таким образом, по крайней мере, вот что мы уже теперь четко понимаем, что, значит, у нас есть СУ3 на СУ2 на U1, и, собственно, значит, вот эта группа нарушается до СУ3 на U1 электромагнитной. Вот теперь мы уже понимаем, что это действительно так. Хорошо. Что дальше нужно сделать? Дальше нужно исследовать спектр частиц. Ну, в принципе, уже, конечно, что-то можно сказать, даже вот ничего не считая. В принципе, опять же, исходя из общей теории спонтанного нарушения симметрии, можно сказать следующее, что, поскольку размерность СУ2 умножить на U1, это 3 плюс 1 равно 4, размерность малой группы U1 единица, значит, разность между размерностями исходной группы и малой группы равна 3. Это означает, что у нас, значит, три массивные векторные поля приобретут массу, и, по сути, значит, массу они приобретают, съедая галдстоуновские степени свободы. То есть, три, значит, скалярных степени свободы исчезнут из спектра, их съедят векторные поля. Ну, а исходно всего у нас две комплексные компоненты φ. Значит, каждое комплексное поле два вещественных, поэтому четыре, по сути, вещественных, так сказать, скаляра. Из них три съедены, остается один. То есть, уже чисто вот глядя на вот эту вот стрелочку, можно сказать, что будет у нас, значит, три массивных векторных поля, значит, одно останется из СУ2 на О1 безмассовым, естественно, СУ3 поля все остаются безмассовыми, ну, и будет один массивный скаляр хиггсовский. Вот. Ну, собственно, это вот чисто из общей теории спонтанного нарушения симметрии, но, естественно, надо аккуратно исследовать спектр частиц, собственно, чем мы сейчас и займемся. Давайте, собственно, к этому перейдем. И, естественно, спектр частиц удобнее всего исследовать в унитарной калибровке. Унитарная калибровка – это такая, в которой все галстоновские степени свободы полагаются равными нулю. Давайте попробуем построить в данном случае унитарную калибровку. Значит, что мы для этого делаем? Давайте мы поле ФИ запишем следующим образом. Значит, мы выделим вакуумное состояние, значит, это есть вот это вот В, а вот сюда вот впишем малые отклонения от вакуума. Ну, скажем, вот здесь вот у меня будет ФИ1 плюс ИФИ2. Мне удобнее будет работать с вещественными полями. Вот эти вот ФИ1, ФИ2 – это и есть вещественные поля, и они являются малыми, поскольку представляют собой малые отклонения от вакуума. Ну, и, соответственно, здесь мы вписываем ФИ3 плюс ИФИ4. ФИ3, ФИ4 тоже вещественные и тоже, естественно, являются малыми, поскольку вот здесь вот В, вот это вот мы выделим. Хорошо. Теперь, как построить унитарную калибровку? По сути, в унитарной калибровке мы максимально используем калибровочный произвол с тем, чтобы занулить как можно больше вот этих вот частей вот этого вот поля. Ну, давайте посмотрим, что мы можем занулить, а что не можем занулить. Для этого, по сути, нам нужно рассмотреть вот это преобразование, подействовать им вот на такую вот структуру и рассмотреть слагаемые первого порядка малости. Причем малыми считаются вот эти вот ФИ круглое и Альфа. Соответственно, давайте посмотрим, значит, что у нас произойдет. Значит, примерно равно. Ну, давайте я вот здесь вот, наверное, буду продолжать писать. Соответственно, давайте посмотрим, значит, что у нас останется. Значит, ну, сначала я, наверное, напишу вот так вот, что экспоненты это есть там примерно единица плюс аргумент, да, при малом аргументе, поэтому здесь у нас будет и пополам, ну, и вот эта вот матрица, которая здесь стоит. Там е1 альфа 1 плюс е2 альфа 2 третья. Так, е1 альфа 1 минус е2 альфа 2 третья. Так, е2 альфа 2 первая мин плюс и альфа 2 второе. Так, е2 альфа 2 первая минус и альфа 2 второе. Так, и действую вот на эту структуру. А ее я, наверное, представлю вот таким образом, как сумму 0v и плюс, соответственно, это вот фи 1 плюс и фи 2, фи 3 плюс и фи 4. Хорошо, ну, и, естественно, меня интересуют слагаемые первого порядка малости, поэтому, значит, что у меня будет? Значит, приближенно равно напишем. Я отбрасываю все лишнее. Значит, единица на 0v даст слагаемые нулевого порядка 0v, v-величина большая. Теперь единичка может быть умножена на второе слагаемое вот здесь вот, то есть вот на эту структуру. Соответственно, здесь будет фи 1 плюс и фи 2, фи 3 плюс и фи 4. Ну и, кроме того, вот эта вот вся штука может быть умножена на v. Значит, что у нас еще добавится? У нас еще добавится, так, ну, наверное, ладно, я напишу вот так вот дополнительным слагаемым, и v пополам, скобочка, а здесь, соответственно, будет е 2 альфа 2 первое минус и альфа 2 второе, е 1 альфа 1 минус е 2 альфа 2 третье. Хорошо, теперь смотрим, что можно занулить, выбирая подходящим образом вот эти параметры. Ну, для этого, наверное, можно вот так вот написать все. 0v, давайте все-таки вместе соединим. Плюс фи 1 плюс и фи 2. Значит, а здесь сверху будет следующее. Ну, давайте вот с этого начнем. Плюс v пополам е 2 альфа 2 второе. Теперь вот это. Плюс и v пополам е 2 альфа 2 первое. Внизу фи 3 плюс и фи 4 плюс и v пополам е 1 альфа 1 минус е 2 альфа 2 третье. И теперь я хочу максимально использовать калибровочный произвол с тем, чтобы занулить как можно больше компонент скалярного поля. Что я могу сделать? Понятно, что выбрав подходящим образом альфа 2 второе, это вещественное число, я могу занулить фи 1. Выбрав подходящим образом альфа 2 первое, я могу занулить фи 2. А вот здесь вот, ну, во-первых, не хватает скобки, а во-вторых, величина в скобках, это число вещественное, умножается на мнимую единицу. Поэтому, меняя хоть вот это, хоть вот это, я все равно могу занулить только фи 4. А вот фи 3, оно не меняется, по крайней мере, вот в этом порядке. Поэтому выбором калибровки я могу занулить фи 1, фи 2 и фи 4. А фи 3 остается с произвольными. Ну, и это есть, по сути, унитарная калибровка. То есть, теперь я могу написать выражение для скалярного поля в унитарной калибровке, и выглядеть оно будет следующим образом. Следовательно, в унитарной калибровке, в которой наиболее просто исследовать спектр частиц, скалярное поле будет представлять собой следующее выражение. Значит, это будет у нас 0, v плюс. Ну, здесь надо написать фи 3 по-хорошему. Ну, дальше мне это 3 писать не хочется, поэтому я буду дальше писать просто v плюс фи. Соответственно, значит, вот это вот фи как раз будет соответствовать Хиггсовскому бозону. Кстати говоря, достаточно легко сообразить, что Хиггсовский бозон, который вот здесь вот получается, будет являться электрически нейтральным. Значит, для того, чтобы в этом убедиться, достаточно вспомнить, как будут выглядеть преобразования малой группы. Значит, при преобразовании у один ЕМ, да, малой группы, у нас, как мы говорили, фи меняется, да? Ну, фи равное теперь унитарной калибровке вот такой вещи. Оно будет меняться так. Так, это будет экспонента и ЕАЛФАЕМ параметр преобразований. А здесь будет вот такая вот штука. Соответственно, значит... Вот. Ну, и совершенно очевидно, что, значит, ну, эта матрица, она, конечно, блочная. Здесь она, во-первых, ну, вне диагонали нули всегда заведомо будут у всей экспоненты. Здесь тоже заведомо будет, так сказать, экспонента от нуля равна единице. Ну, здесь будет что-то, да, которое будет умножаться на ноль. Поэтому эта штука будет просто вот так вот. Вот, да, таким образом получается, по сути, что под действием, так сказать, калибровочных преобразований в электродинамике у нас вот эта фи не меняется, да? Ну, понятно, вот, по сути, вот здесь вот его заряд написан. Вот этот вот нолик, который стоит справа внизу, ну, это и есть заряд, соответствующий компонентой фи, ну, который, очевидно, равен нулю. Таким образом, Хиггсовский бозон, который здесь будет получаться, ну, в данном случае, вот это вот поле фи, значит, он будет являться электрически нейтральным. Ну, хорошо, ладно, это в качестве небольшого наблюдения, ну, а дальше все-таки нам необходимо спектр частиц получить. Значит, опять же, давайте вспомним классическую теорию поля, спектр частиц получается самым что ни на есть стандартным образом. Что нужно сделать? Нужно взять функцию Лагранжа и разложить ее в окрестности вакуумного состояния в квадратичном приближении. Ну, собственно, все это, естественно, так сказать, делается моментально. Давайте, наверное, какие-то части потенциала, какую-то часть функции Лагранжа, извините, мы сейчас разложим отдельно, чтобы потом, так сказать, сразу написать ответ для квадратичной части функции Лагранжа. Ну, наверное, проще всего разложить потенциал вот этот вот. Ну, функцию Лагранжа, естественно, входит со знаком минус, то есть минус лямбда фи крест фи минус v квадрат в квадрате. Ну, сначала точное равенство напишем в унитарной калибровке. Значит, это будет лямбда. Ну, хоть здесь как бы модуль квадрат, да, но в реальности, значит, фи маленькая, это у нас уже вещественная величина. Поэтому из вот этой штуки просто остается v плюс фи в квадрате минус v квадрат все в квадрате равняется минус лямбда v квадрат плюс 2v фи плюс фи квадрат минус v квадрат все в квадрате. Ну, соответственно, значит, это сократится. И опять же, в квадратичном приближении существенно только квадрат вот этого слагаемого, а все остальное это будет либо слагаемый фи куб, либо фи в четвертый, который совсем малый. По сути, в квантовой теории поля это уже будет взаимодействие. Да, а свободная теория соответствует квадратичным слагаемым, ну, которые имеют вот такой вот вид. Так, хорошо, значит, с этим мы справились. Так, теперь, теперь, ну, давайте, наверное, все-таки, давайте со сложного начнем. Вот с этого, да? Значит, ковариантная производная. Значит, ковариантная производная фи, ну, мы ее уже писали, это есть дмю фи плюс амю на фи су2, сейчас мы исправимся, так, плюс и пополам е1 амю у1 на фи, вот она, ковариантная производная. Ну, соответственно, значит, я, естественно, ее вычисляю в унитарной калибровке, поэтому это у меня будет, значит, вот так вот я, наверное, напишу, дмю плюс, ну, вот теперь напишу то, что как раз хотел, е2 амю ате су2 на сигма ате плюс и пополам е1 амю у1, ну, и на поле в унитарной калибровке, который имеет вот такой вот вид. Соответственно, значит, вот эту вот величину предстоит вычислить. Так, ну, ладно, попробуем как-то ее уместить. Так, значит, сначала начнем с простого. Значит, производная, это, естественно, значит, действует только на фи, v это есть постоянная величина, а дальше, ну, будет умножение, значит, вот этой вот матрицы всей на вот эту вот штуку. Значит, причем, причем нужно это будет взять, естественно, в квадратичном приближении. А что значит квадратичное приближение? Что здесь является малым, извините, ну, в квадратичном приближении надо взять вот эту величину. Значит, давайте посмотрим, значит, до какого порядка нам вот это выражение нужно раскладывать. Ну, первое, что бросается в глаза, что, значит, а мю, малое отклонение от вакуума нулевого, фи, малое отклонение от вакуума, большая величина это v. Но ясно совершенно, что в первом слагаемом осталось только до мю, фи, поэтому это величина первого порядка малости. Поэтому произведение а мю на v даст первый порядок малости, произведение а мю на фи даст второй порядок малости. А потом это выражение надо будет еще взять по модулю в квадрате. Ну, чтобы получить вот здесь вот второй порядок малости, совершенно очевидно, что вот здесь нужно сохранить первый порядок малости, да, то есть если это будет просто малое выражение, то, значит, при произведении в квадрат получится величина второго порядка малости. По счастью, значит, слагаемых нулевого порядка здесь нет. Поэтому можно здесь написать не равно, а приближенно равно. И, собственно, дальше написать следующее, что здесь существенно будут такие слагаемые. И пополам Е2 а мю АТ СУ2 сигма АТ, вот это, плюс. И пополам Е1 а мю У1. Квадратная скобка закрывается, и все это действует просто на 0V. То есть фи можно вытянуть отсюда, ну, если мы хотим получить выражение для функции Лаграндера в квадратичном приближении. Ну, что остается сделать? Так, ну, наверное, ладно, сотрем мы вот эту вот величину. Ну, и вот эту вот матрицу, которая стоит вот в этой квадратной скобке, ну, мы сверху напишем, да? Значит, И пополам Е2 а мю АТ СУ2 сигма АТ, так, такая, такая, так, плюс И пополам Е1 а мю У1. Так, ну, на единичную матрицу размера 2 на 2 можно даже написать. Вот, в явном виде будет равно следующему. Ну, по сути, это мы уже почти что писали, там только было не а мю, а альфа. Соответственно, значит, здесь будет очень похожая структура. Соответственно, здесь будет Е1 а мю У1. Здесь будет Е1 а мю У1. Теперь минус Е2 а мю третье СУ2. Так, плюс. Минус Е2 а мю третье СУ2. Так, правильно, знаки так правильные. Так, здесь Е2 на а мю СУ2, так, по-моему, первое, плюс и а мю второе СУ2. Так, ну, а там, значит, комплектно-сопряженное выражение. Значит, Е2 а мю первое СУ2 минус и а мю второе СУ2. Так, ну, вот эту матрицу я написал. Значит, здесь бы она не поместилась. Поэтому теперь, значит, я могу ее легко умножить вот на этот столбец. Естественно, выживает только второй столбец. И получается у меня следующее. Равняется. Значит, здесь будет демюфи, который идет вот отсюда. Теперь, сверху будет вот эта вот величина. Надо еще не забыть и пополам. Значит, будет и пополам. Потом еще будет вот это В. И дальше, собственно, значит, а мю первое минус и а мю второе СУ2 СУ2. И не забыть надо константу Е2. Так, это будет, собственно, вот эта часть. И еще есть вот эта часть. Соответственно, она добавится вот сюда, вот, плюс. Снова будет и В пополам. И В пополам. И дальше будет, соответственно, вот эта вот структура. Е1 а мю у1 минус Е2 а мю третье СУ2. Ну вот, таким образом, ковариантную производную мы разложили. Значит, итак, в линейном приближении ковариантная производная имеет следующий вид. Д мю фи. Так, ну, знаем сначала снизу то, что. И В пополам. Е1 а мю у1 минус Е2 а мю третье СУ2. Так, а теперь то, что сверху. Так, И Е2 пополам на В. А мю первое минус Е2, так, СУ2, СУ2. Вот, так. Ну вот, есть. Значит, ковариантная производная есть. Давайте заодно там где-нибудь рядышком, пока еще не забыли, ответ для разложения потенциала напишем. Так, значит, минус лямбда фи крест фи минус v квадрат в квадрате примерно равно минус 4 лямбда v квадрат фи квадрат. Ну, естественно, там слагаемые все более высокого порядка мы отбросили. Значит, ну и осталось разложить, собственно, значит, выражение для танзоров поля. Ну, здесь тоже все совсем легко, потому что, как мы с вами говорили, ну, вот подобного рода структуры, ну, например, вот это, это и есть минус 1 четвертая ф меню АТ в квадрате, ну, в данном случае это СУ3. Вот, тензор поля ф меню АТ, ну, скажем, там, СУ3, например, это есть дмю АНЮ АТ СУ3 минус, там, дмю АМЮ АТ СУ3, там, минус Е3, ну, ФАБС тоже по-хорошему надо написать для СУ3, АМЮ БАНЮ С тоже СУ3 все это. Вот, ну, и поскольку нас интересуют квадратичные слагаемые функции Лагранжа, нулевого порядка малости здесь нет, поэтому, значит, примерно равно это будет, естественно, просто дмю АНЮ АТ минус дмю АМЮ АТ, ну, для СУ3. Для СУ2 абсолютно один в один все делается то же самое. Ну, собственно, после этого уже никаких сложностей с разложением функции Лагранжа в квадратичном приближении нет. Ну, я, правда, единственное не сказал, что тензор поля для У1, он, собственно, линеен по калибровочному полю, поэтому, естественно, здесь ничего разлагать не надо, но, собственно, функцию Лагранжа в квадратичном приближении мы совершенно спокойно можем теперь написать. Естественно, это будет давать нам спектр частиц теории. Хорошо, давайте посмотрим, значит, что у нас получится. Итак, значит, Лагранжан бозонного сектора, вот эта вот двойка в скобочках обозначает, что мы раскладываем все в квадратичном приближении. Равняется. Первое слагаемое в квадратичном приближении, очевидно, даст следующее. Дмю Аню АТ минус Дмю АМЮ АТ, значит, СУ3, СУ3. Ну, индекс А пробегает значение от единицы до восьми в данном случае. Ну, и это, по сути, есть кинетические слагаемые для глюонов, да, переносчиков сильного взаимодействия. Значит, ровно то же самое для следующего слагаемого. Значит, там только, естественно, надо, значит, вместо СУ3 написать СУ2. И индекс А будет пробегать значение от единицы до трех. Значит, А равняется от единицы до трех. Так, ну, для У1 тоже понятно. Значит, я просто тензор поле подставлю. Аню минус Дню АМЮ в квадрате, чтобы все было единообразно. Ну, теперь дальше. Вот эта вот штука. Значит, нужно взять вот эту вот кавариантную производную в линейном приближении и возвести ее по модулю в квадрат. Ну, тут поаккуратнее надо действовать. Давайте начнем, пожалуй, что вот с этого, с нижнего слагаемого. Здесь вот эта вот первая слагаемая есть вещественная часть, а вот эта вот чисто мнимая часть. Поэтому, когда я буду составлять такую величину, я должен сложить квадрат вот этого слагаемого с квадратом вот этого. Ну, там мнимую единицу, отбросишь. Поэтому будет у нас плюс Дмю Фи в квадрате плюс В квадрат на 4, а здесь будет, соответственно, Е1 АМЮ У1 минус Е2 АМЮ третье СУ2, и все в квадрате. Хорошо, дальше движемся. Так, теперь верхняя слагаемая, да? А здесь, значит, одно из них вот это вот с учетом вот этой мнимой единицы, чисто мнимая слагаемая, а второе вещественная. Поэтому снова по отдельности квадрат вещественной части плюс квадрат мнимой части. Поэтому здесь будет плюс Е2 в квадрате В квадрат на 4, а здесь будет так. Какая там чисто мнимая часть даст АМЮ1 в квадрате СУ2, значит, чисто вещественная часть даст вот эту вот штуку, тогда вещественная. Вот, ну и надо не забыть еще вот этот вот минус потенциал, значит, минус 4, лямбда В квадрат Фи квадрат. Ну вот, собственно, получилась у нас функция Лагранжа в квадратичном приближении, на основе которой можно, естественно, легко сообразить, какой будет спектр частиц в данной теории. Ну давайте посмотрим, значит, что у нас так более-менее очевидно, а что не очень очевидно. Ну первое, что, наверное, очевидно, да, что есть у нас 8 безмассовых глюонов, да, безмассовые векторные поля, соответствующие группе СУ3, это как раз глюоны, да, для них, естественно, никакой массы не получилось, что вполне естественно, потому что, значит, СУ3 компонент калибровочной группы, она, значит, спонтанно нарушена не была. Хорошо, значит, с этим все понятно. Дальше движемся, что еще у нас очевидно? Ну, очевидно, что у нас есть массивный скаляр, да, значит, массивный скаляр Мфи в квадрате будет равно, сколько тут будет, 2 лямбда, сейчас, ну, 4 лямбда в квадрат, да, следовательно, там, Мфи равняется 2В корень из лямбда, да, вот это вот есть Хиггсовский бозон, да, Фи, массивный скаляр, массивный скаляр, он же Хиггсовский бозон, тот самый, который нашли. Мелый Си, вот это вот ровно. Так, хорошо, теперь остается СУ2 на У1 часть. Значит, что у нас здесь есть? Это, значит, генетические слагаемые и массовые слагаемые. Ну, первое, что очевидно, очевидно, что здесь вот эти вот АМЮ 1, АМЮ 2 массивные векторные поля, да, АМЮ 1, 2, ну, мы их можем обозначить, тождественно равно W1, 2, это массивные векторные поля, массивные векторные поля, ну, в скобочках W бозоны. W бозоны. Ну, конечно, там поля с электрическими, определенными электрическими зарядами там строятся, как некие их линейные комбинации, ну, пока это нас не очень интересует в данный момент. Так, и масса у них MW в квадрате будет равно, ну, в конце концов, вот их массовое слагаемое. Стандартно вот здесь вот должно стоять MW в квадрате, деленное на 2, поэтому, соответственно, MW в квадрате будет Е2 в квадрате В квадрат разделить на 2. Хорошо, таким образом, значит, массу W бозонов получили. Значит, но есть еще теперь вот эти вот поля, значит, АМЮ У1 и АМЮ 3 СУ2. Значит, ну, с ними немножечко все посложнее. Значит, понятно, что есть, вообще говоря, недиагональные слагаемые, да, то есть, если, значит, здесь квадрат раскрыть, будет недиагональные слагаемые. Ну, поэтому, конечно, нужно аккуратнее. Значит, но что можно сделать? Можно просто сообразить, что вот у нас какое-то массовое слагаемое для какого-то поля. А что за поле? Поле, по сути, вот такое вот. Значит, Е1 АМЮ У1 минус Е2 АМЮ 3 СУ2. Значит, ну и просится, конечно, это поле обозначить какой-то буквой. Значит, ну давайте его и обозначим ZМЮ. Вот так вот. Но если так сделать, конечно, будет не очень хорошо. Ну, потому что кто его знает там, что за значения Е1 и Е2? Они непонятно какие. И вообще говоря, если я, значит, ну еще какое-нибудь, так сказать, второе поле из них построю, и совершу, грубо говоря, такое преобразование в кинетическом слагаемом, вот в этом, то оно испортится, да, коэффициенты будут там не минус 1 четвертая, к которым мы привыкли, а какие-то другие там, зависящие от этих Е. А вот чтобы гарантированно не испортить кинетическое слагаемое, ну, как хорошо, я думаю, так сказать, известно, нужно делать ортогональное преобразование, да, которое там длины векторов сохраняет. Ну, и поэтому надо бы какой-то множитель сюда вписать, такой, чтобы получившееся преобразование было бы ортогональным. Значит, ну и понятно, какой множитель надо сделать. Значит, в ортогональном преобразовании здесь, грубо говоря, косинус и синус. Вот, поэтому, так, сейчас я единственное только подсмотрю, так сказать, чтобы знак мне не наврать, чтобы с правильным знаком это преобразование написать. Так вот, как раз, значит, правильно я подсмотрел. Значит, мы вот сюда множитель впишем со знаком минус. Вот так вот. Значит, чтобы там в нужном месте возник косинус. Вот, вот так вот. Вот такой вот множитель я впишу, минус для удобства обозначения. Вот, хорошо. Ну, и тогда, опять же, значит, можно ввести, удобно, по крайней мере, это сделать, удобно ввести следующее обозначение. Значит, обозначения будут такие. Е тождественно равно, значит, Е1 на косинус угла Вайнберга, тождественно равно Е2 на синус угла Вайнберга. То есть, по сути, мы от величин, грубо говоря, там Е1, Е2 переходим, ну, к эквивалентному набору величин Е, там, синус, там, условно, квадрат Тета Вайнберга. Вот так вот. Ну, или просто Тета Вайнберга, как хотите. Вот, то есть, вот эти вот формулы определяют связь Е. Вот, кстати говоря, связь Е и Е1 у нас уже где-то там возникала, да, когда мы малую группу исследовали, вот она в явном виде написана, да, вот коэффициент между Е и Е1, это там косинус угла Вайнберга. Хорошо, ну и тогда, если вот этой вот формулой воспользоваться, тогда несложно сообразить, что вот здесь вот действительно будут косинус и синус. Давайте мы сейчас, значит, найдем, что это будут за величины. Соответственно, значит, вот если я возьму, значит, Е1 разделить на корень из Е1 квадрат плюс Е2 квадрат, то это будет что такое у нас? Ну, вот, воспользуюсь вот этой формулой. Это будет сверху Е поделить на косинус угла Вайнберга, а снизу корень квадратный Е2 на косинус квадрат угла Вайнберга плюс Е2 на синус квадрат угла Вайнберга. Вот такая вот величина здесь возникает. Ну, внизу я привожу все к общему знаменателю. Значит, сверху у меня вот здесь возникает синус квадрат плюс косинус квадрат, который равен, естественно, единице, значит, здесь будет е на косинус w, значит, здесь будет внизу корень из е квадрата это е, е у нас величина положительная, ну и останется вот косинус тета w, синус тета w, соответственно, значит, вот эта штука с этой сократится, это с этой, и получится синус тета w, значит, поэтому, значит, здесь будет минус первое слагаемое, синус тета w на амил у1, так, и второе еще есть, значит, ну, поскольку места не очень много, значит, ну, мы сейчас второе получим просто внося модификации вот в эту формулу, значит, итак, теперь мы хотим, соответственно, здесь не е1, а е2 написать, тогда здесь будет делить на синус угла Вайнберга, соответственно, значит, здесь будет то же самое, только синус угла Вайнберга, ну и, соответственно, здесь там нужно необходимые модификации внести, значит, будет сначала у нас е на синус тета w, ну, здесь все то же самое, только я, наверное, заново перепишу уже, значит, здесь будет косинус тета w синус тета w разделить на е, ну и теперь уже, значит, сокращение будет вот таким вот, и получится косинус угла Вайнберга, значит, поэтому второе слагаемое здесь будет, очевидно, ну, минус на минус дадут плюс, косинус угла Вайнберга на амил третье су2. Вот, таким образом, вот мы получили некое ортогональное преобразование, которое у нас вот из исходных полей как бы строит массивное поле, да? Ну, понятно, что исходно-то у нас две степени свободы, да? А поле пока еще одно, естественно, значит, если мы хотим ортогональное преобразование сделать, то надо и вторую часть дописать. Ну, и, соответственно, можно еще определить поле второе, значит, ну, давайте, опять же, я, может, поаккуратнее напишу вот эту вот формулу, перепишу здесь все то же самое, соответственно, значит, здесь у нас будет, значит, косинус тета ВАМЮ третье су2 минус синус тета ВАМЮ у1, так, ну, это ровно то, что было, значит, ну, и вторая часть ортогонального преобразования, она, очевидно, как получается, здесь надо написать синус со знаком плюс на АМЮ третью су2, значит, а здесь надо написать плюс косинус тета В на АМЮ у1, вот. Ну, и совершенно очевидно, значит, что преобразование, значит, вот этой вот матрицы, из которого будет косинус минус синус синус косинус, она является ортогональным, поэтому, если мы такое преобразование сделаем вот здесь вот, то, естественно, ничего не поменяется, ну, и, соответственно, значит, что у нас получится? Значит, получится-то у нас следующее. Так, ну, давайте, наверное, вот здесь вот я все-таки еще раз напишу, что у нас ЗМЮ, давайте вот эту вот формулу я напишу еще раз, значит, было минус единица на корень из Е1 квадрат плюс Е2 квадрат на скобочку Е1 АМЮ У1 минус Е2 АМЮ третья су2, да, вот такая вот у нас была формула, это вот ровно то же самое, что вот это. И тогда смотрите, значит, что у нас получится. Сейчас вот мы вот эту вот формулу попробуем переписать, значит, в более красивом виде. Значит, понятно, при ортогональном преобразовании у нас никак не изменится, значит, вот эта вот часть. То есть, по сути, значит, что у нас получится? Ну, глионную часть я не трогаю, а вот эту вот, наверное, сейчас всю постираю. Значит, давайте мы попробуем, так сказать, все лишнее постирать. Значит, что будет у нас в калибровочной части для, так сказать, СУ2 на У1? Будет минус 1 четвертая ДМЮ АМЮ минус ДМЮ АМЮ в квадрате. Минус 1 четвертая ДМЮ ЗМЮ минус ДМЮ ЗМЮ в квадрате. То есть вот при ортогональном преобразовании у нас ничего не изменилось. И в этом, кстати, легко убедиться. Просто явно в лоб подставив. Ну, обратное преобразование я сейчас, я думаю, через какое-то время напишу. Который, так сказать, выражает АМЮ третье СУ2 и АМЮ У1 через З и АМЮ. Это сделать достаточно несложно. Соответственно, значит, и подставив, можно легко проверить. Теперь минус 1 четвертая ДМЮ ВНЮ первая минус ДМЮ ВНЮ первая в квадрате. Первый ДМЮ бозон. Так, теперь, значит, минус 1 четвертая ДМЮ ВНЮ вторая минус ДМЮ ВНЮ вторая в квадрате. Это кинетические слагаемые. Теперь массы ДМЮ бозонов будут. Значит, какие? Значит, Е2 в квадрате В квадрат на 4. Соответственно, здесь ВМЮ первая в квадрате плюс ВМЮ вторая в квадрате. Значит, теперь осталось, что у нас Z и Хиггсовский бозон. Значит, для Z что там было? Значит, было плюс... Ну, давайте, пока не переписывайте, значит, я вот напишу сначала то, что там было. А была вот такая величина. Значит, У1 минус Е2 АМЮ третья СУ2 в квадрате. Было вот это. Но давайте посмотрим. Теперь вот то, что стоит здесь, это вот эта скобочка. И это она выражается, естественно, через ZМЮ. Только вот этот еще корень должен быть. И он, естественно, в квадрате возникает. Поэтому вся вот эта величина, вот теперь уже можно переписать, она даст следующее выражение. Е1 квадрат плюс Е2 в квадрате на ZМЮ в квадрате. Ну и часть, которая там с Хиггсовским бозоном. Соответственно, 4 лямбда В квадрат Фи квадрат. Вот у нас получилось действие в квадратичном приближении. Из него мы видим, что еще дополнительно в спектре частиц, помимо, значит, вот того, что мы уже писали, будет дополнительно, значит, что, ну, наверное, сейчас, давайте спектр частиц, может быть, отдельно напишем сейчас. Итак, значит, все в сумме, наверное, можно как-то суммировать. Итак, значит, АМЮ АТСУ3 глюоны, значит, безмассовые векторные поля, соответствующие группе СУ3, являющиеся переносчиками сильных взаимодействий. АМЮ, ну, это безмассовое поле векторное, для него массы нет. И это есть ровно фотон, да, тот самый фотон, который у нас в электродинамике. Ну, тоже масса, естественно, равна нулю. Теперь по массивным частицам. Ну, про что-то мы уже говорили, да, соответственно, значит, Фи массивный скаляр, значит, МФи равняется 2 корень из лямда В. Теперь W, мю, 1, 2, массивные векторные поля, значит, и масса, соответственно, W бозонов, так, равна, ну, давайте в квадрате напишем, Е2 в квадрате В квадрат пополам. Ну, и, наконец, последнее, Z мю, тоже массивное векторное поле. Массивное векторное поле. И, соответственно, значит, МЗ в квадрате, ну, по сути, вот, это и есть МЗ в квадрате, деленное на 2. Поэтому это будет Е1 квадрат плюс Е2 в квадрате пополам умножить на В квадрат. Вот таким образом мы спектр частиц, рассматриваемые модели, получили. Ну, хорошо, не будем, наверное, так сказать, сейчас пытаться, так сказать, все сразу охватить. Давайте на этом сегодня остановимся и, значит, отдохнем. Продолжение следует...